ДОЙЧЕ ВЕЛИ ДВ НОВОСТИ Эльгия Гивер, Хавстад. Спецпроекте ДВ. Выборы президента Австрии показали две тенденции, которые могут стать общеевропейскими. Усталость от старых правящих политических элит и рост влияния правых популистов. Лидеру партии «Зеленых» удалось победить своего конкурента Хофера из правопопулистской партии «Свободы». Правда, с небольшим отрывом. А значит, политическому эстеблишменту расслабляться рано. Глава Медгермании Франк-Вальтер Штайнмайер после объявления результатов выборов в Австрии опубликовал лаконичный пресс-релиз. У всей Европы камень с души упал. Однако в Брюсселе понимают, что эта передышка ненадолго. Мы отмечаем рост популярности правых популистов во многих странах ЕС. Они используют страх и пытаются разделить общество, настроить людей друг против друга. Это связано с экономическими причинами и, конечно, с большим притоком беженцев, особенно в прошлом году. Проблема в том, что эти партии предлагают крайне простые решения для очень сложных проблем. Так не бывает. Правые популисты правят в Польше и Венгрии. Во Франции глава национального фронта Марин Липен метит в президенты. А в ФРГ растёт популярность антиевропейской и антиисламской партии «Альтернатива для Германии». Согласно последнему опросу Института Форза, на выборах её готовы поддержать 12% немцев. Эти политические силы видят в успехе австрийской партии «Свободы» надежду и пример того, как выстраивать успешную стратегию на выборах. С помощью харизматичного кандидата, который поддерживает право-консервативный, но не право-экстремистский курс. Ещё до объявления официальных результатов выборов в Австрии, некоторые политики и СМИ в России поспешили назвать победителем выборов право популиста Норберта Хофера. Герхард Мангот считает, что в российском правительстве рост популярности правых связывают с ослаблением евроинтеграции и отменой санкций против России. Однако поддержка России скорее вредит этим партиям. С одной стороны, они, конечно, выигрывают. Например, французский национальный фронт, который получает кредиты от российских банков. Но, с другой стороны, это упрощает поиск аргументации для противников права. Они говорят, выбирая правую партию, вы выбираете Владимира Путина. И это вредит правому партию. Эксперт считает, что не стоит переоценивать эффект Хофера в Европе. По его мнению, проблемы в Европе играют на руку правым популистам. Но всё же они не способны завоевать симпатии большинства. Началась эвакуация крупнейшего стихийного лагеря беженцев вблизи греческой деревни Идомения. Во многом это событие носит символическое значение. Балканский маршрут для мигрантов стал тупиковым. Ведь большинству из тех, кто жил в этом лагере, грозит отправка в Турцию. Эвакуация лагеря в Идомении началась ещё в ночь на вторник. Не менее 400 полицейских заблокировали все подъезды к стихийному поселению. Пускают лишь автобусы, вывозящие беженцев в специально оборудованные приёмные центры на севере Греции. Власти обещают людям лучшие условия жизни и безопасность. Но многим выселение не нравится. Везут в Салоники. Полиция плохая, еда плохая. Мне нужно в Германию, Сербию. Греция плохая. Если бы мы знали, что это произойдёт, мы бы не ехали. Наша цель — Германия. Мы приехали по картам, которые взяли с собой. Но нас остановили на полпути. О ликвидации палаточного городка с населением в почти 8,5 тысяч человек власти Греции предупреждали несколько месяцев назад. Ведь лагерь стал головной болью не только для страны, но и для всего ЕС. Снос лагеря в Идамении станет свидетельством того, что так называемый балканский маршрут, по которому нелегалы попадали, например, в Германию, окончательно закрыт. Теперь решение миграционного кризиса будет зависеть от выполнения соглашения ЕС с Турцией об обмене беженцами. Согласно этому договору, многих из тех, кто проживал в Идамении, ожидает отправка в Турцию. Таким образом, по мнению обозревателей, Европа медленно, но верно решает свои проблемы. Отныне, по крайней мере, через Балканы в Европу не будут прибывать тысячи нелегалов, а делами беженцев и вопросом предоставления им статуса будут заниматься соответствующие учреждения в Европе и Турции. Экс-премьер Бельгии, лидер Альянса либералов и демократов в Европарламенте Ги Верховстадт часто ездил в Россию и угодил в российский черный список. С бельгийским политиком я встретилась в Брюсселе. Фрагменты этого интервью вы увидите прямо сейчас. Господин Верховстадт, спасибо большое за интервью. Вы были премьер-министром Бельгии, сейчас вы лидер фракции Альянса либералов и демократов за Европу в Европарламенте. В то же время вы находитесь в санкционном списке России. Как такое могло случиться? Да, я действительно в санкционном списке, так как достаточно сильно был вовлечен в происходящее в России как лидер фракции Альянса либералов и демократов в Европарламенте. Я ездил два-три раза в год в Россию, чтобы поучаствовать в съезде Парнаса, встретиться с активистами Яблоко и с представителями гражданского общества. В общем, поэтому меня и внесли в этот черный список, чтобы я не мог больше делать всего этого. Недавно была опубликована ваша статья под заголовком «Указать Путину на его место», где вы в частности сказали о том, что ЕС необходимо проводить более жесткую политику в отношении путинского режима. И вы обвинили Путина в четырех из шести кризисов, с которыми столкнулась Европа. За что он, с вашей точки зрения, несет ответственность? Он подпитывает целый ряд кризисов. Например, Путину не нравится, что в Европе существует единая энергетическая политика. Ему не нравится идея развития энергетического сотрудничества между европейскими странами. Путин поддерживает экстремистские партии в Европе, которые настроены против Европейского Союза. Вы стали политиком в очень молодом возрасте. Я хочу спросить у вас, была ли какая-то эволюция ваших взглядов? Когда это произошло? Да, я это имею в виду. И что стало катализатором? Это было событие. Я был либералом и до сих пор остаюсь либералом в классическом понимании этого слова. Я верю в рыночную экономику, в небольшие госаппараты, в максимальное предоставление свободы гражданам. Но то, что стало важным для меня, как для политика, стал геноцид в Руанде. Я был назначен, чтобы расследовать эту чудовищную трагедию. 800 тысяч человек, 800 тысяч мужчин, женщин и детей были убиты. Они были истреблены в течение двух месяцев геноцида. Я понял, что есть вещи поважнее бюджетного дефицита или объема государственного долга. Самое главное – это гуманность, это человеческие жизни. Полную версию интервью смотрите на сайте ДВ, в Ютьюбе и на каналах наших партнеров. По данным Киева, лидерам стран Нормандской четверки удалось договориться о введении в Донбасс полицейской миссии ОБСЕ для контроля за режимом прекращения огня. В Кремле с этим не согласны. Подробности в обзоре новостей. В Москве утверждают, что лидерам стран Нормандской четверки удалось договориться об отправке мониторинговой, а не полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс. Кроме того, в Кремле считают, что вопрос вооружения наблюдателей нужно согласовывать с сепаратистами. Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии дало оптимистичный прогноз роста национальной экономики в 2016 году. Ее рост составит 1,5%, а не 1,3%, о которых было заявлено ранее. Залогом успеха бизнес считает низкие цены на нефть и привлекательные условия кредитования. Кандидат на право выдвижения в президенты США от демократов Хиллари Клинтон отказалась от дебатов со своим соперником демократом Берни Сандерсом на американском телеканале Fox News. По ее словам, она планирует потратить это время на борьбу с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Футболист немецкого клуба «Шальке» Роман Нойштеттер прибыл в Москву и присоединился к сборной России для подготовки к чемпионату Европы по футболу во Франции. Нойштеттер должен получить российское гражданство. Знаменитому музыканту и поэту Бобу Дилану исполнилось 75 лет. Его творчество оказало сильное влияние на развитие современной музыки и культуры в целом. На счету автора и исполнителя более 50 альбомов в разных музыкальных жанрах – от фолка и кантри до рока. В России Боб Дилан дал единственный концерт в Санкт-Петербурге в 2008 году. Зал был заполнен на треть. Последние актуальные сообщения читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. О развитии событий в следующем выпуске ДВ-новости, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам доброго! ДВ-новости, в том числе и на каналах наших партнеров.